В предыдущей домашней игре против другого андулосийского клуба, против Гранады. Тогда Черышев стал первым игроком в истории Реала, вышедшим в футболке королевского клуба в официальной игре. Рафаэль Бенитес, главный тренер Реала. ССС отличный перевод он получил, не денежный, но вот так вот с доставкой мяча из пункта А в пункт Б. Вот Марселло, прострел там никого не оказалось. Марселло здесь пошел сам, в штрафную Марселло, Роналду. И мяч летит выше ворот, Марселло, конечно, бил, как мне показалось, с носка пытаясь в сторону ворот мяч отправить. Это точно была не передача, хотя, как знать, может быть и видел белую футболку капитан королевского клуба. И вон туда, в Роналду, сильной передачей мяч отправил. Он, по-моему, забивал. Не забил он только в той игре, в которой не принимал участие в первом туре с Хихонским спортингом. Искуа! На Роналду можно покатить! Ну же, Искуа! Конечно, Роналду стоял один и застыл в этой позе с возмущением, как же Иску ему передачу не отдал. Посмотрите, здесь Иску здорово убирает Анхильери, и вот он, Роналду, в районе 11-метровой отметки. Абсолютно один, вообще редкий случай, когда соперник основного нападающего главного бомбардира оставляет вот так вот без приспособления. Мигель Торрес. Вот знаете, неполновесно, неполноценное преимущество Реала, хотя бы сейчас, может быть, все изменится. Реал в атаке! Роналду из-под защитника и снова в кабинет. Вот что делает отбор животворящий. Карвахаль здорово действовал в центре поля. Именно правый защитник Реала разогнал эту атаку. Штрафной. Посмотрим, кто его исполнит. По-моему, это Рейсё, 18 метров до ворот. Удар! Вот такой удар, и Келлар на вас! Это не хуже, чем спасение от Марне. Ах, как сейчас сыграл великолепно Келлар на вас! Действительно, это был Рейсё. Шикарный удар в верхний угол, и на вас, успев сделать два нужных шага, до мяча дотягивается. И удар шикарный от Кришчану Роналду. И, конечно, это Анхильери. Это не Камени, которому... Кросс. Модрич. Прострел Низом. Бензима не успевает. Хесе. Удар, и мяч идет выше перекладинное. Но что такое не везет, и как с этим бороться? Это про сегодняшний матч. Сводит ногу у Хесе. Это Низом здесь сковал двух защитников сразу Бензима. И Анхильери, и Великтона. И мяч так удачно отскакивает к Хесе. Тут, правда, немножечко его выгребал, и от газона мяч перелетел через перекладину. И хватает за голову Дани Карвахаль. Час игры позади. И по-прежнему счет 0-0. Но в рамках правил играет Анхильери. Модрич. Уже всем составом Малга обороняется. Здорово. Модрич. Носка удар. Под опорную ногу Камени. Но на месте Камеронский вратарь. Как же в Кубке Английской Лиги, когда там 39-3 по ударам и была ничья 1-1. У Ювентуса с Фразиноне. И вот момент у Малаги. Вот это... Боже мой. Вот это фарт для Реала, потому что сейчас мог... Амрабат забивать. И посмотрите, если бы Амрабат еще и отдал передачу на Куанке, то вообще по Фреала пусть это и слова капитана очевидности, но при этом вот переиграть... Что ты будешь делать, а? И здесь... Ой-ой-ой! Нет! Вот это сейчас коряга бы залетела, если бы не Велик, то он... Ой, я многое видел, но вот такого... Большая атака. Ну, смотрим. Ну, откровенно, локотком, конечно, в сторону лица Марсела сыграл. Амрабат, я думаю, что Гонсалес, Гонсалес абсолютно прав. Красная карточка по делу. Да, Амрабат наелся и психанул. А вот что было до этого? Отличная двухходовая... Вытаскивает. Смотрите. Вот. Ну, как это произошло? Полностью мяч, по-моему, не пересек. Жалко, что вот в Англии и в Германии сейчас...